Украинское правительство заявило, что готово вооружить любого, кто готов взять в руки оружие против России. У них есть 18 тысяч винтовок и амуниция. Авиабилеты до Украины. Неделю спустя. Ох, о блядь. Чё не сделаешь ради видео? Как дела, мои ненаглядные мамкины ютуберы? Сегодня у меня в руках АК-12. Возможно, вы видели её в новостях. Недавно. Ну, очень недавно. АК-12 — это штурмовая винтовка, стоящая на вооружении Российской Федерации в данный момент. Это обновлённая версия АК-74, которая соответствует технологиям 21 века. Очень многое в ней делает её уникальной, и в Штатах их очень трудно достать, поэтому я рад поделиться ей с вами. Показать в ролике её я и не отдам. Но сначала посмотрим её в действии. Субтитры делал DimaTorzok Ну что можно сказать про двинашку? Она точно не скучная. Мы вернулись в мастерскую и поговорим о том, что же делает АК-12 особенной. В Америке их очень трудно достать, но всё-таки возможно. И у нас есть отличная возможность разобрать принцип работы этой штурмовой винтовки. Но так как эти штуки очень труднодоступные и дорогие, скажем пару слов о нашем спонсоре. Калибр этой винтовки 5.45, как и у АК-74. АК-74М был попыткой модернизировать АК-74. А АК-12, в свою очередь, это модернизация АК-74М, чтобы он соответствовал современным требованиям. В этой модели очень много интересных нововведений, например, магазин. Он сильно отличается от магазинов других моделей АК. И в целом он довольно примечательный. Он изготовлен из армированного полимера. И также имеет смотровые окошки с обозначениями количества патронов в магазине. Если надавить на подаватель, то можно увидеть, что на нём есть люминесцентная метка, которая указывает, сколько у вас осталось патронов в магазине. Если она находится на отметке 30, тогда у вас полный магазин. А если она в самом верху, и вы её не видите, тогда у вас проблемы. Вы, возможно, заметили, что здесь нет надульных прицельных приспособлений. Это потому, что здесь установлено крепление, на которое крепится дульный тормоз. Кстати, довольно неплохой дульный тормоз, хочу отметить. Он выглядит как более агрессивная, бандитская версия дульного тормоза АК-74. Газовый блок и блок передних прицельных приспособлений теперь выполнены вместе, то есть мушки теперь на газовом блоке. В дополнение к мушке, в задней части установлен вот такого вида целик. Это диоптрический прицел в корпусе привычного целика АК. Но для съёмок этого видео у нас установлен коллиматор ИОТЕК, ведь разработчики этой винтовки столько усилий потратили для удобства её использования с оптикой. Почему бы и не поставить прицел? Ну и ладно. Также сразу заметно, что здесь нет блока задних прицельных приспособлений. Фактически, это теперь часть передней вставки. Видите, вот здесь видно сварку. Это не мы постарались, это убожество по какой-то причине было здесь изначально. Теперь это одна деталь, и фиксатор накладки газовой камеры, ну я думаю, что эта деталь так называется, является первой деталью в разборке этого оружия. И скоро мы это сделаем. Вы, наверное, заскучались со всей этой теорией. Самое время для нашего традиционного перерыва. Теста пробития White Claw. Эта банка White Claw попыталась вступить в НАТО через 3, 2, 1. Слишком быстро? По крайней мере, я попал. Теперь весь полигон пахнет малиной. Я попал точно в центр. Спереди банку отлично раздуло. Разумеется, она ведёт себя не так, как вода, потому что это газировка. И всё, давление газов выходит через входное отверстие. И здесь выходное отверстие. После этого пуля пролетела ещё метров 30, и попала вон в ту мишень. Довольно круто, что несмотря на то, что пуля попала по банке, это немного, но бывает достаточно для дестабилизации такой длинной пули. Всё равно она смогла продолжить движение и ударить по той мишени. Отличный результат. Так, вернулись. Отлично. Итак, поворачиваем этот фиксатор. И вынимаем наружу. И это позволяет нам снять крышку ствольной коробки. Вот так. Сидит очень плотно. И кажется, мой микрофон больше ко мне не присоединён. Да, собственно, вот и крышка ствольной коробки. Положим её вот сюда. Да, и ладно. И теперь мы сделали кабриолет из нашего АК-12. Продолжим разборку и вынем возвратную пружину. Как видите, конструкция её крепления отличается от привычной конструкции крепления пружины АК-74. Здесь нет того фиксатора, который крепит крышку ствольной коробки, так как здесь она закреплена по-другому. В задней её части есть подпружиненное крепление. Этот небольшой стержень фиксируется в этих пазах на задней вставке. И снова я её уронил. И в таком подпружиненном состоянии крышка ствольной коробки в передней её части крепится этим поворотным фиксатором. И фиксируется он таким образом. Затворная группа это АК-74. Это АК-74. Большинство комплектующих, которые можно раздобыть в США, были как бы кастрированы, так как они были сняты с охолощенного оружия. Это все те детали, что мелькают в объявлениях. Люди либо сами их переделывают, либо просят профессионалов. Допустим, сделать в Америке новую ствольную коробку и всё такое. Разумеется, как здесь у нас ствол, произведённый в США. Потому что доступны только эти детали. Хотя даже они теперь недоступны. Но всё же ввозить в страну ствольные коробки и стволы запрещено. Но даже большинство передних вставок и затворов было кастрировано, так как они были предназначены для охолощенного оружия. Некоторые из них, конечно, переварены, но это всё такая кустарщина. Поэтому у нас болгарская передняя вставка и болгарский затвор АК-74. Учитывая то, как часто у оружейных блогеров взрываются пушки, я предпочитаю принимать все возможные меры предосторожности. Разумеется, у этой пушки есть автоматический режим огня. И также здесь есть другие положения переключателя. И эти положения отличаются от режимов огня, использующихся в АК-74. Здесь есть режим стрельбы очередями. Что это значит? Переводчик огня на АК-12 немного отличается от переводчика, применяемого на АК-74. Здесь есть четыре положения. Предохранитель, лёгкая заварушка, серьёзный замес и полный расколбас. Если сказать более привычным языком, есть полуавтоматический режим. А здесь режим стрельбы очередями по два патрона. Как мне кажется, идея заключается в том, чтобы иметь промежуточный режим между полуавтоматическим и автоматическим, чтобы новобранцы могли стрелять короткими очередями, тем самым повысив свою огневую мощь и при этом вести прицельный огонь. И разумеется, здесь есть самый весёлый режим. Собственно, как я и говорил, здесь есть полуавтоматический режим. И теперь переключаем на режим стрельбы короткими очередями. Да, и ещё кое-что. Иногда он стреляет по три патрона. Мы без понятия почему. Как-то так. Ну, вроде как работает. И если коротких очередей вам недостаточно, здесь есть режим ярости. И если уж это не сработало, остаётся только молиться. Сборка оружия также достаточно простая. Этот момент мне очень нравится, так как здесь есть автоматический режим. При движении затворной рамы вперёд взводится курок. И он готов к выстрелу. Я так тебя люблю. Устанавливаем нашу возвратную пружину. Тут есть Г-образный паз для неё. И ставим на место крышку ствольной коробки. Прислоняем задний подпружиненный ролик к упорам. Сдвигаем всю крышку вперёд. Вставляем поворотный рычаг. И фиксируем его. И вот мы готовы решать вопросы. Нравится ли мне АК-12? Да, в целом нравится. Некоторые вещи меня в нём смущают, и я думаю, что многие из его недостатков можно легко исправить. Его будто делали в спешке, и многие его технические решения кажутся странными для АК. Приклад. Довольно приемлемый. Это такой же привычный складной приклад. Но по какой-то причине они изменили механизм. Кажется, я знаю, почему они это сделали. Они изменили механизм фиксации вместо использования фиксатора спереди вот здесь, как на многих других калашниковых. На АКСУ, например, и так далее. Они сделали фиксатор в этом месте. Нужно нажать на него таким образом, и приклад высвобождается, и фиксируется в таком положении. Но складывать приклад нужно всё же как обычно. Пистолетная рукоять напоминает мне старые добрые рукояти Fab Defense, или HAA. Я, конечно, не фанат их продукции, но со своей задачей они справляются. Просто напоминает дешёвый ширпотреб. Цевьё также чувствуется очень дешёвым. Создаётся впечатление, что его напечатали на 3D-принтере. Скорее всего, прицел на нём пристрелять не получится. Ну, если, конечно, не поставить дополнительные крепления. Да, и вообще, можно довольно просто пошевелить его рукой. Оно шатается. Не вызывает доверия. Оно, конечно, подойдёт для установки тактической рукояти. Возможно, я так и сделаю, установлю тактическую рукоять. Внешне это не очень красиво, но я думаю, это уже придирки. Спуск здесь... Это просто жопа. Опять же, отсоединю магазин и покажу, что патроник пустой. Спуск здесь вообще не очень. Он невнятный и слишком тугой. Недавно я говорил о нём и описал его таким образом. Будто бы взяли USM с хранения и сделали его плавнее, но всё же хуже. Я уверен, что здесь обычный трещоточный механизм, который усложняет USM и добавляет ему дополнительной массы. В общем, спуск здесь полное дерьмо. Большинство этих недостатков, которые я озвучил, могут быть решены улучшением спуска. И отказом от режима стрельбы короткими очередями. Этот режим довольно крутой и забавный, но может лучше... Сейчас попытаюсь сформулировать. Потратьте чуть больше усилий на тренировку солдат, вместо того, чтобы городить отдельный режим стрельбы для новобранцев. Честно, это выглядит излишним. Не думаю, что он здесь и правда необходим. Улучшенный спуск без стрельбы короткими очередями и удлинённое цевьё. Ствол нагревается довольно сильно. Для АК-12 есть удлинённое цевьё, которое я очень хочу заполучить. Выглядит просто огонь. Не в том смысле, что можно обжечь руки, а как превосходная степень привлекательности. Но в целом это очень хорошая штурмовая винтовка, и я рад иметь её в своей коллекции. Очень здорово видеть эволюцию Калашникова. Здесь у меня есть АК-47 тип 1, чтобы наглядно показать вам, откуда мы начинали и где мы сейчас. Очень здорово видеть ход эволюции автомата Калашникова. Всё-таки эта винтовка находится на службе с 40-х годов прошлого века. Здорово было изучить все изменения её конструкции. Тип 1, тип 2, тип 3, АКМ, АК-74, АК-74М, и, наконец, это. Всё это очень здорово, и в том числе и это делает такие пушки крутыми. И это всё, что у меня есть для вас на сегодня. Парни, я надеюсь, вам понравился наш сегодняшний краткий обзор автомата АК-12. Несмотря на недостатки, это хорошая винтовка. На нашем канале и раньше были винтовки, которые имеют историческую ценность. Но обычно мы говорили о них в прошедшем времени. Очень круто, что у этой винтовки есть не только былая слава. Определённо, она имеет значительное будущее. И обходя стороной современные политические настроения, я надеюсь, что это видео будет для вас хоть немного полезным. И что из него вы узнаете что-то новое о АК-12 и его конструкции. Парни, я надеюсь, это видео вам понравилось. И, как обычно, я надеюсь, что вы подписаны. Господь покарает вас, если это не так. Я очень сильно люблю каждого из вас. Ответьте мне взаимностью. И увидимся, мои ненаглядные мамкины ютуберы, в следующем видео. Пока.